что делаем парни блять я я стою за дверью кста ну смотрю на короче делаем из мистер сальери я могу попробовать договориться но я ничего не могу вам обещать все-таки это а чья это дочь вообще это дочка барона кейна барон кейн до барон кейн звучит как полу покер ладно это так и есть ему упало наследство все время он даже дня своей жизни не работала как нормальные пацаны делали от них знает я просто хочу сказать что вам нужно доставить до барона кейна сведения про то что его дочка жива-здорова и что ему нужно смотреть кругленькую сумму но при этом имейте в виду я не буду вас выгораживать если вы спалитесь если барон кейн узнает вас и вас потом объявит в розыск я вас не знаю сколько платите за это я заплачу вам он пересчитывает на пальцах 850 прошу пожалуйста простить мое донимание но еще раз нам нужно доставить ему послание любым способом прячь волос что его дочь жива и здорова и что ему нужно что платить деньги кому где их оставить это ваша проблема вы должны получить от него деньги и принести хорошо где он живет где у него поместье он описывает те где поместье в богатом районе так ладно я подойду девушки ладно сколько вы хотите с него заиметь срезаю с ней прядь волос мне три с половиной тысячи монет за это за 1000 мы согласны срезал волосы взял в карман положил за 1000 мы согласны солид мистер солили 1000 1000 монеты мы в деле ебаш торт посмотрел на альку посмотрел на альку какой облилана торговли нет он уже сказал торговое дело у меня девять у меня девять я брошу нет ни хуя он не согласится как мне объяснил from kz по идее могу подойти и сказать я полностью согласен с моим другом 850 возможно слишком малая цена хотя бы и тысячу сто нахуй хотя бы не удачи рано пригодится пригодится на дело оправданным риском потому что все таки это барон и ну модуль на его модуль на торг универсо плюс один тип за то мы все равно потому что нихуя нихуя у меня 9 торговое дело удачи не буду пользоваться 850 вполне здоровая награда вы почти треть получает ну что ж я говорю так тихо 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 спиздел блять вы такие ну да куда точно да ну треть получается получается 3 до алька ну тебя все устраивает в этой цене я пойду пасу я думаю 850 отличная цена все мы согласны блять атерна второй раз торговаться у меня уже не я тоже пойду по субле я пялюсь пока на этого на охранника который возле меня которые не пускают надо бы спросить у него как 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 там чувак которым прилетело в солнышко охранник молчит дайте разговор о парне да конечно что там у тебя такое терентий происходит да не знаю а что там у тебя на фоне какой-то это пиздец по моему ракет рассказывает истории по моему я не слышу я душенька боли так я тут трут труту не раз тоже пошел от маму заслить ну да пока с тобой ну что вы согласны да мы абсолютно согласны мистер солере окей он щелкает пальцем вам подходит человек щуп ленький но вроде довольно крепкий щуп ленький просто такой знаешь в шее но на самом деле он ну не знаю как написать его щуп лекинар на это слово он довольно плотненький блять с пузиком короткорослый стриженый он горит это джо он пойдет с вами если вдруг будут какие-то проблемы я думаю он окажется полезен у него есть связи обращаюсь к джо есть мистер джо а можно просто джо извините джо тогда чем сможете нам помочь допустим числе вы встраиваете в какую-то херню я помогу вам дать взятку или что-нибудь такое я знаю этот город на абсолютно любую сумму ну посмотрим как пойдет а еще райт я должен проследить чтобы все прошло ровно и доложить мистеру солере это моя работа слышите такой вопрос хорошо мистер джо такой вопрос а что если когда у нас вот так разделяет то есть я стою за дверью максим будет забирать тех людей которые в комнате на другой человек будет ни хуя не слышать за это все так ты можешь мутаться просто и я потом буду тебе писать размучивайся и все ни за кого не забирать меньше кнопок да не то что меньше кнопок там я просто перейду например другую комнату а ты будешь и ко мне заходить и туда например так не ну ну ладно но это все еще будет долгую я просто стараюсь у себя джо раз но типа мы бы сейчас вот например когда пиздились да мы там пиздимся это ребята а ребята в комнате и ты иногда к ним заходишь там после каждого раунда например я понял это это будет довольно длинно но можно попробовать это довольно круто тогда ты будешь играть без меты да договорились это круто так и попробуем следующий раз тогда свалите ренте я тебя просто конечно же договорились а ты толстый я не могу да сейчас мы не могу да мы пойдем мистер сольери мистер сольери да они будут ли у вас какой-нибудь бумаги да говорит зачем тебе есть у меня одна идея но для бумажку они до жители вы мне было чат чем писать на длительный срок смотрит такую ну ладно да даете перо но на длительный не могу дать тут пиши блять а тут писать обождите немножко мистер сольери что было чат вкратце отличное перо мистер сольери держите перо но могу ли я оставить себе бумагу да бумагу оставьте спасибо огромное так ну чё тогда так все ты вернулся но забираю ты слышал что к нам джо подвели джо это девочка кто это джо я не слышал да я отходил тоже софи идет хорошо в общем мунимаг это джо показываю на небольшого плотненького щупленького странного на внешность джо месье джо может за нас случае чего дать взятку а также проследить чтобы мы выполнили все четко он пойдет с нами ладно пойдемте мистер джо он просто ходит за вами до куда до горит короче шныр короче вы меня даже не замечает врача не вы выходят да выходит вышли до к тебе тереволь ну чё ребята о чем работа есть есть работа а этот а деньги то отдали деньги отдали теперь да я теперь все я свободный у немак теперь не под стражи не разыскивается больше но а но у нас есть работа очень важная платят аж 850 нихуя себе нам что же сделать надо да там у него красотка 1 она дочка ей 12 если что аристократа да и кстати 12 дочь барона кейна может быть слышала на 12 так скоро его будут уже сватать ну возможно поэтому-то барону и кейна при струк при струни свой палат мы тебе не покажем мы тебе и не даже все хорошо держи оружие нужно теперь захотелось все больше посмотреть на это она выглядит примерно как джо показываю на джо а это кто такой джо это друг мистера сольери он проследит чтобы все было чем секунду возвращай солере мистер сели а как зовут эту девчонку случае чего честно говоря он чешет бороду кажется ее зовут тори понял спасибо съебался и он 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 челкает и повернись возражать у вас есть джо говорит не бить им николу все не его же волусе боюсь гибался но все получается идем куда ну нажал нам нужен план для начала нужен план я взял у мистера сольери достаю такой эффект на бумагу из рукава бумагу зачем она нужна ну круто и зачем она тебе нужна мне очень интересно ты бы мог ей потереться но на ней мы можем написать записку записку для барона кейна подкинуть ему каким-то интересным образом я смогу это сделать я смогу подкинуть вот например мунимак чтобы он точно ее увидел узнал о дочери отнес деньги в нужный момент в нужное место мы их забрали передали мистеру сольери или джо тебе можно будет передать или обязательно принести мистеру сольери того деньги деньги да за да я возьму без проблем хорошо и или этого мы можем быть собой короче пиши записку смотри как поступим ты напишешь записку пойдем к его дому мы знаем где он живет богатом районе там поместье у него нет я залезу в хату и закину и закину на хуй из поле залезу за по стене и закину ему в дом на записку и прять ее волос смотрю на мунимага залезешь по стене днем или ночью так блять ну наверное ве ночью да предполагаю в богатом районе ночью скорее всего как и днем будет ходить стража ты уверен что ты можешь а если вы отвлечете ее а если тире баньте отвлечет стражу допустим подожжет что-нибудь о например трактир натуре богатом районе ребята так а может мне еще там с кем-то в жопу потрахаться перед этим это уже на свое усмотрение так это сбегутся все а может мы просто будем типа прогуливаться по богатому району и да и такие не в значатке не в записку бле с волосами возьмем камень обмотаем его в записку туда же положим волосы и закинем во двор и в окно в окно закинем а если она не долетит придется лезть и еще раз придет придется еще мы не все волосы положим придется еще одну зря вылетел вылетел из игры давай я все еще в игре я показываю у меня лист бумаги формата а4 я говорю формата а4 можно порвать его на четыре кусочки у нас будет четыре попытки ебаш волосы я тоже разрежу на 4 блять так достал прядь волосы и башу гольфом волосы режу блять в сосне тоже есть план забегаю в эту таверну говорю мистер сарель а где девчонка зачем мне нужны и и волосы если у тебя же уже ты же взял я взял слишком мало мы решили что нужно больше волос мы не будем оставлять ее лысый довольствие с чем есть ладно блять я хочу тебе сказать одну такую вещь что за хуйня бляда если ты хочешь угрожать тем что не знаю по частям ее привезете все остальное знаю что это не проблема блять если они будут выебываться мы можем ее руку отхуячить ой заебись это хорошо все хотелось бы конечно награда будет тогда меньше без проблем все короче контакт с джойс чё все выбежал короче парни есть такая тема если они начнут выебываться можно девчонку по кускам нахуй расхуячить и вас присылать им по частям как вам такое и как мы согласились вообще на такую работу не ребят я чё-то вы говорите девочки 12 лет и предлагаете сделать с ней такое статую ты уже сватать с кем-то хотел блять кусочком отправлять обращаюсь перевольте если ее отец хоть как-то любит ее действительно по кусочкам она к нему не дойдет а дойдет целости и сохранности а деньги заплатят нам то зависит от ее отца окей все короче мужики давайте идемте нужно по дороге обсудим план нужно во первых пройти хотя бы мимо сейчас посмотреть что за дом блять посмотреть дом все рванули время обед блять уже четыре часа хочется жрать у меня сухпоек еще там остался нет и башу сухпоек по пути похуй без хуя в кармане чист этот приходите в богатый район видите он окоружен еще внутренней стеной хороший плотный на внутренней стене ходит еще больше стражи она более хорошо одета чем ебать одет обычная городская ищу канализационный люк смотрю а ну давай ищу канализационный люк есть там портовки блять какие-то дома есть есть и видишь как ебать там труба огромная блять видимо со всего района сливаются в общей стопе уже сливаются за город так нарисую примерно давай вот эта труба да ага коллектор он стене понял да и стена идет вот так вот вниз блять и вот здесь на хуй слив и вот здесь вода расстояние но метров 6 это ведет именно в тот в тот дом да нет это в стоке ты ищешь канализацию она и стены и башни с решеткой да с решеткой так хорошо я хочу спросить у гэма мир развить настолько что у них есть канализация в доме или как или есть у них с лифта конец есть подзываю муни мунимага спрашиваю слушай а чисто теоретически можешь ли ты пробраться через точную воды добраться могу . дождаться когда он сядет срать и вытянуть руку запиской сын обосвет мою руку что мы настроены серьезно знаешь я могу я могу поджидать я могу вылезти из толчка и поджидать его в туалете типа и только руку только руку если нам не нужно что ты попался ему блять ну а если я просто брошу записку в туалет блять вы вытянешь руку завязки кинешь в него и убежишь канал будет срать типа это как-то звучит странно ну ты узнаешь что он идет срать он дверь откроет ладно давай я чуть придумаю сам уже через точные воды звучит как план вы пока предложите что не свое я пытаюсь увидеть на стенах правила посещения богатого района там нет комендантский час нет когда нельзя на стенах ничего нет хорошо но тогда гуляем еще по району и гуляем по району и ищем именно тот дом так не вас не пустили выходим на ходе искал еще дни внутренности на внутренние ворота блять а все в терьме бля думать думает о говнее в голове че за хуйня блять лариса ты слышала это так ладно короче тогда парни я пойду пока смотреть с точные вот эти каналы и буду искать вход там то что стопроцентный вход вы пока можете придумать что-то другое чтобы не терять время я подхожу к воротам ведущим в более богатый район там стоит уже чувак необычный стражник который знаешь охранника встречал полный в доспехах блять в латах уважаемый здравствуйте здарова я это за ним не подскажете ли что это за район я так понимаю район уважаемых людей здесь собак безродных не ходит ну а кто такие собаки безродные я у кого не титулов семьи или имени я вот тоже не люблю собак одно это же и являешься собака безродный арбалет крыска лариска или я с кем-то блять говорю очень уважаемым а а нет вроде вот на титулов такого нету а у вас есть да я паладин а это титул конечно передается по наследству нет я заслужил его своим трудом а что вы делали я побеждал врагов империи а кто они враги империи на разные ублюдки убийцы я сражался на войне с другими государствами показал себя доблестно в бою ну а ну круто да а теперь охраняешь получается вот ворота почти пенсионер уже на я даже не пости уже сдают понимаешь я бы еще бился и бился наработка не пыльная блять нравится конечно но такие как я обычно долго доживают до этого возраста сейчас я на вершине мира получаю удовольствие от жизни я тоже люблю подраться но последний видишь я меня покоцала немножко дать я разобашил нормально ты бы сходил доктор ливсе да это надо будет это просто доктор ливсе настоящий персонаж этой сказки у вас только доктор шоу есть вроде недавно да я не с ним уже встречался я хочу что-то не то а он замутился у меня есть у меня на мне одежда торговца статус один то есть я выгляжу как кто-то со статусом правильно ну торгуют это нет это в твоем мире является как вот как-то назвал статусная вещь не не без блять умеет голову просто вылечисляющая не вот дни безродная собака как там у меня снова вылетел из головы гражданин блять мне нам нужно подождите я просто забыл это слово богатый район не статус получить а нужно получить что попасть богатый район какое-то звание титул 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 это считается как титул когда я выгляжу как торгует статус один или статус нет разные вещи титул это если ты будешь не знаю бароном шорбенским или прямо у меня звание общенародное не просто что я выгляжу как богатый уважаемый гражданин нет ладно можно я продолжу свой диалог спала конечно конечно блять мужики меня лезть в воду надо нахуй а подожди ну секунду я говорю там вот типа тоже люблю драки а хочешь побороться да мне горит толку на победу на на победу над победы когда я побежду тебя и нихуя не получу для тяжелого я просто контуженный так это просто просто ради хорошей драки не не говорит я паладин блять а как а где сейчас доктора можно найти ну богатом районе лечит другой доктор но тебе вот доктор шо лечебница писал где а как мне получить доспехи как у тебя вот в кровь жду издеваешься гражданин ты не палатин должен 20 тысяч лет работать на царя батюшку и твои дети потом должны 20 тысяч лет работать и тогда может быть есть маленький шанс получишь ну или сходи в кузнечную а до звучит намного проще воспользуюсь этим советом попробуй уважаемый уважаемый охранник это мои наконец-таки мой охранник перестал с вами разговаривать он у нас очень очень интересующийся молодой человек просто и уж простите его вопросы хотел бы вам сказать что я прибыл из дальних земель и там я уважаемый да ладно это торговец и кроме того у меня там лишних вещей то нету все необходимый большой титул для тех земель но все-таки мне хотелось немножечко повести дел со знатью этой стране я говорю вы говорите с алька да баска знаменитейшим торговцам из стране у вас наделы у меня его один надел но для нашей страны это считается нормально нормально потому что наша страна не не такая богатая но есть достаточно интересные ресурсы и можно кому-то как называется ваш надел мой надел называется флажку флажку флажка действительно специфичная хорошо пизди заговаривай зубы блять я буду короче заговаривание зубы на ложь ебашить давай ой блять ой извините я ошибся не знаю подожди теперь он отвечает он говорит такой о да а меня зовут сер попец блять анусе дудец пердец шандец вы не пройдете очень жаль обращайся своему охраннику череволь возможно нам стоит получить сначала какое-то звание для того чтобы сюда попасть или разрешение от кого-то из более известных людей звучит здорово такая а я то чем могу помочь я никого здесь известных не знаю я спрашиваю у охранника а что если мой охранник вступит в ряды долго говорит такое к сожалению мы не берем людей которые не граждане нашей волшебной страны а как стать для мужики у нас же джо счесть не забывайте чтобы гражданином пройдите пожалуйста процедуру этого администрации города вам там все расскажут администрации города можно стать гражданином для начала купить дом подмиги вы ему а как ты еще попасть в город можно он смотрит на вас ну я горит не то чтобы властный человек да но никогда не отказался бы от смотрит на тебя подмигивает от подмиги другим глазом это бесполезно вы должны стать гражданином и получить титул или на дел иначе вы не попадете сюда если вы торговец то покажите свои товары где ваша повозка и после досмотра я пропущу вас на один день естественно лицензию на продажу в городе кар также предоставите случилось карина кричит соседей комнате кандал так ну чё вы там чудом кому за ней присмотреть я думаю так что дальше продолжаем чего ладно короче максон подхожу к этой трубе сколько там 6 метров до 1 на верху бы ну все начинали лезть через лазанье стен на лазанье на стены погнал только учтите придется а ну давай давай ебашь так лазанье у меня секунду 13 ебашь так хуярю попытка 1 на сука мне не смог допрыгнуть до летел вниз блять упал нахуй в стоке с говном прям оу блять вонючий весь блять пиздец еле выбраться но ранения нет нет похуй блин вот и на сука блять чё за хуйня блять чё за контроль кидай двенадцать блять еле сдержался чтоб не сблевать прямо фу блять вытерся нахуй так чем было блять не чем было рука от нее блять думала на попытка номер два на ваша блять коры нет я попытку номер два а а мы далеко мы же далеко друг друга попытка номер два полез из говна полез о кстати пошли в другую комнату заебись за бежен или остаемся ты обращаешь внимание смотря назад да вы просто смотрите его ладно что на тот всплеск из говна ты видишь подсосались люди смотрят как там лезешь наверх блять за место уже держишься за решетку на тебя люди смотрят я говорю я кричу ребята все хорошо я говночист одни одобрительно кивают так а сколько у меня там сейчас секунду я даже не пол 9 вроде блять 10 так секунду хотя 9 сейчас секунду и у меня удача есть пользуюсь удачей это и разве ничего не пользовался в 0030 откатилась откатилась пользуюсь удачей спиздел они такие одобрительно кивают заложу короче дальше залез в решетке все так что вижу там дырки вода там стекает говняшки до персонажей пиздоболов все пиздоболов так ну что ж труба довольно широкая сейчас подожди я поссорю может у меня есть какая-то канажа но мне кажется у меня нет канажки семен чист семен чист должен быть закаленный артист потому что я взял и мфром козет со всем нормальной регионами запугивание я уже ждал 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 когда я смогу им воспользоваться альхор взял дипломатии паре а кстати могла быть кубик могла а это точно по правилам гурбса пиздец да так ладно это был мой момент это был мой шанс я ищу еще а я пока просто думаю дальше действия мы рядом стоим мы видим как у него залазит да да похоже там говна очень много да у меня была такая пиздатая в старом гове канашка а было ее спиздить нарисуй просто что-нибудь такое нарисовать ты я всегда могу на хочется чем прикольненько и выложить я могу взять типа давай ножки но я лучше поищу сейчас подожди мне хочется прям а вот она вот она так получается откуда я зашел покажи-ка отсюда вот отсюда а сейчас где мой рейнджер я такой и смотрю чё вижу там вода течет и говорил да да пока перед собой ничего не видишь продвигаешь внимание что есть свет именно заканчивается свет начинается тьма а мне плохо у меня адаптации к нити понял я не могу нарисовать причем наверно подняться да вот здесь скорее всего да еще рукой просто оставляй горит там девчонок а вот тут заканчивается свет и вот тут заканчивается свет так мне нужно найти вход в поместье это получается трубу ну я выхожу вот сюда и иду максимально влево пришел отсюда писк такой я такой сука сука сучьи крысы достаю нож достал двигаюсь дальше короче медленно и осторожно дотаться к темноте мне похуй я все вижу так обращаешь внимание что здесь такие две крысы величиной собаку я такой ладно такой разворачиваю ебать сюда иду пришел здесь одна крыса так хорошо а если правее а там чё у нас вот здесь никого нету о давай тут пойдем пошел на а тут стена а это стена решетка это стена вот здесь пройти может здесь 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 прыжок надо использовать прыгать надо ну давай прыгну так 5 метров ты просто ходишь по тиху не спокойно так лазанье лазанье до 5 использую прыжок прыжок высчитывается там тоже как-то то ли от пол силы то ли скил нужен ловушки лазанье следопыт побег скрытся арбалет торговое дело прыжок где прыжок не вижу прыжок сейчас я промка за скажет скорее всего как как прыжок прыжок через препятствие 5 метров перепрыгнуть надо как посчитывается можно на самом деле 5 минут честно сказать акробатику пусть кидает это вообще пробу силен может быть нет нам может он пройти на там проплыть придется ему а тут поток говна потом ладно короче иду и иду сюда а везде понял понял это жидкость это поток который прям водопадом бля ну думаю я такой думаю блин у крысы чисто плотные животные они говняного человека никогда не будут ездить думаю ладно попиздил я бред а пока пока крыса не становится голодной да прыгну в эту хуйню да да запрыгивать силу чтобы не смыло на хуй так на силу кидаю расступить бояре срут 7 прошел до удержал нахуй в потоке говна летит в морду лягу сука ладки тампоны блять используются там тампоны соломы наверно дальше прохожу на все теперь по ходу крыса так 1 2 так так ты ходишь или нет а тебе твой ход я стою на месте затаивший жду крысу 1 2 так сколько я могу тоже на 2 до или на 5 я могу вообще ходить делишь на два свои шаги округляешь их в нижнюю сторону так сейчас секунду ну почему я проявляю а ты типа это чтобы лучники были посильнее лишь так она помните где сколько у нас шагов где их там смотреть блять бля и все округлять в низшую на у меня среднем ноги бы торс это где смотреть шаг шаг 4 а мув до шагу фронт 4 может может не округление сделать а то что ты типа один ход может сделать два другой например три этого типа у тебя сохраняется пол шишка на пол на следующий округление вниз но у меня есть есть честно мне вообще похуй как это будет происходить уже можете на пол клетки ставить короче у меня четыре шаг получается четыре клетки и если разделить и по то что получается 1 2 но это полный маневр есть ты хочешь атаку и бить то ты просто держишь один шаг и бьешь и все оху один шаг бью ножом до ножом и башу смогу тебя я скажу нож у меня сколько зачем 2 наискосок он вот раз и все нож у меня 12 так нож 12 у меня 8 попала она пытается увернуться только сейчас подожди найду и ладно а то я в душе не ебу где она базилиск молодой блять а вот нашел огромная крыса она прям огромная а ну что включенную собаку блять а ну так блять да не страшнее пса блять собаки это когда это это ты уже так погнали не считает сейчас я все схвачу кубики повезло так пытается увернуться ох нет нихуя нее вообще не уворачивается ножом прям нож не села сама дамаж и башки дамаж у меня вот туда 2 2 кубика вот этих 3 зональное повреждение быть давай и кидай что что кидать сколько у тебя считается урон но у меня но сейчас секунду эти скажу она без брони блять без так нож 12 если смотреть по ножу это что там ст нужно считать до снизу она сама тебя посчитает damage trust 1d минус 1 у меня почему-то да громче можешь чуть-чуть почте бокс нормально хорошо он не может а я каким-то рубящим хуячу проникающий он сказал рубящим короче ну тут чтобы знал мне один проникал от этим кружевом я кинул 2 сразу значит 3 и 4 до 4 дамы же по ней 4 до услышал мне еще раз рекорд проникающих по плоти x2 дамы же наносит а я не знал и рубящим ебану рубишь и полтора чтобы не потерять равновесие ей нужно выкинуть она падает заебись добиваю на хуй и колющим колющим теперь 6 колющим 6 2 и зональное повреждение ожидайте она увернуться не может как-то лежит или может вот вопрос и кидать ей на ворот или нет там как знаешь мне кидать или нет положение лежа с минус 4 ну давай поехали там либо крит либо автопровал там автопровал все нахуй она теряет сознание заебись она умерла и просто терял сознание да вроде дышит еще сука нахуй добить блять тварь ножом и башешь и и башу не перестал а ну все нужно же не кидать уже там 5 я выкинул кровавое месиво превратил так двигаюсь дальше по этому дерьму так тут я че вижу зашел сюда уже а подожди аж так от дырка да это видишь там смывается да 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 вижу 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 а вижу 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 я думал ты дорожки плиточка действительно а все 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 я понял иду по плит мне не все нормально все окей да 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 я просто немножко я немножко не так понял все теперь я понял правильно так ну двигаюсь дальше короче минус 3 она там любом случае не спасал я почти ничего она еще и с ранениями так блять такой думаю ёбаный свет дайте блять еще еще две крысы видишь еще две крысы так они они меня заметили или нет че конечно заметили на оху готовились к бою ебать выход так мой ход стою на месте даешь они тоже стоят шипят на тебя мой хотели педа снимать убираю убираю ножик убрал они что делают и 5 стоят шипят достаю ларису достал они что делают ты 5 визжат прицеливаюсь вот в эту так как там как там выделять вот вот это вот прицеливаюсь прицелился так начинаю лежат шипят стреляю на хуй дельном только тебе надо до считал дистанцию сейчас секундочку дистанция у меня 33 33 по штрафу это получается секунду минус 1 до ебаш ебашу у меня арбалет 14 на 14 5 на 6 нахуй попадаешь на сколько раз проверяем на 3 и еще на плюс это же проникающий считается или просто 3 плюс минус есть какой-то так у арбалета сейчас я тебе скажу у него плюс 3 ну там вот 1d плюс 3 получается а есть еще один плюс 4 вот что такое плюс 4 к за а понял ну плюс 3 у меня корабля падает на хуй без сознания вроде как болда 2 убегает назад все двигаюсь дальше дошел ты видишь тут надпись на стене что написано красивым говном написано тебе пизда красивый красивым говном красивым говном да написано тебе пизда беру беру нож чечеркая на стене со своей стороны идите в пизду все короче двигаюсь дальше ищу вы еще подход к этому дому блять так нихуя не знаю видишь свет вижу света вот отсюда отсюда на сейчас перепрыгнуть за лупу или пройти ее так сейчас секунду а как проверить сколько краба наши от ловкости до акробатика не должен акробатика у тебя отдельный скилл если у тебя нет акробатики то скорее все ты будешь мне кажется прыжок от силы кидается не от ловкости но как бы мы решать камерам коза расскажи как прыжок работает только прыжок грации я уже подсчитал нам умеет он разбежится или предмет 2 метра а да там же можно с разбегу прыгнуть смесно поэтому 5 метров как-то много нахуй я даже думаю мне кажется легко атлеты 5 метров не все да я тоже так ну давай один талет один метр будет разбежится 4 метра ебать а если он будет прыгать с места два получается метра ебать акробат блять с места в два раза меньше чем с разбегом хорошо так он в любом случае не припрыгивает получается может 400 разбега там 5 метров длина так мы чё твои мне 5 метров я же не допрыгнул но получается что да ладно короче на силу тогда вступаю в говно блять давай чтоб не смыл и ебаш и луки дай так сила 11 10 прошел шел и бать все прошел залез на хуй так ладно иду дальше к свету выходишь на свету здесь обычная труба примерно такого же плана только она уже быть на нижнем уровне то есть выходишь там такой же дать клочные хуйня бой очень богатый район поместье по 3 этажа супер дорогие магазины там пиздец короче стража ходит в доспехах полных латных люди ходят тоже в богатом районе вообще жесть то есть ну по теоретически я блять правильно попал нахуй блять сижу в трубе думаю сука часа хуйня блять думаю чё делать блять ну и наверное выход прям толчку ну вот я тоже думаю мне уже прям к толчку выйти блять это короче не туда попал так получается есть маком аксон получается вот здесь выхода ты нарисовал есть еще другие выходы тут все заколочено блять так надо то в другую сторону и 3 что стоки и пашут не только из начала там добавляется еще с труп но трубы они узкие ты туда не попадешь диаметр не человеческий ёбаный свет блять надо было не бить крыса попросить не в помощи пиздеть не умеет тебя на ухо кто-то шепчет блять ну что будем делать тут здесь блять смотришь что джо стоит он в говне не не он чистенький все красиво я такой джо блик какого хуй ты здесь я слежу чтобы все было хорошо блять чела где ты залез я с тобой все время был ебать и как ты такой чистый совсем не пахнешь но у меня есть свои секреты блять джо ты должен знать где здесь выход в их хату блять нам нужно закинуть туда этот бумажку конечно я тебе покажу смотри выходишь на эту улицу проскакиваешь налево направо прямо и здание с красной алой крышей здание с красок а в сколько в метрах отсюда блять далеко она пол квартала пройти придется так блять а может мы в дырку поближе залезем единственный выход из стоков ебать но я получается прошел уже за ворота да вот эти огромные получается внутри он говорит и внутри района уже были нормальные так стоки сюда все как и бля ты как у тебя как одежда как ты выглядел что-то одет обычный бродяга симпатяга нормальный в куртке я говорю джо я весь в говне блять и можешь взять мою одежду дать мне свою чтобы я не спалился да говорит могу ладно я короче раздеваюсь а переодеваемся ладненько горит найдемся там около встретимся там ладно я вылажу короче так подожди сколько время тут тоже такая хуйня из говна а блять я говорю джо джо стой говорю блять да пшим плащ и говняный на чистую одежду делал но внутри то он более-менее чистый был ходил в нем нахуй стоках хотя ладно ладно хуй с ним блять джо ладно блять пизду он он слишком грязный блять а все запачкаю внимание на нас терентием да конечно я разворачиваюсь и такой джо слушаю там не очень долго мне все нормально здесь оказался для хири ты не уходил голый стоит я думаю он справится отчет разделся джо так жарко стало ну ладно хорошо душем универс так там короче люди доходят блять это будет странно если вылезу типа весь в говне проигрываешь то есть так ладно ну короче пытаясь аккуратно блять проскочить хотя бы что просто ноги ну ноги в говне намочить то не весь ну тут просто ты окунаешься что ты не видишь какая ну да я окунаюсь полностью да но если ты прыгаешь что ты говорит короче короче подожди я такой блять пиздец думаю такая хуйня начинаю раздеваться всю всю одежду чистую засовываю в рюкзак короче блин да пиздец я знаю такой ладно типа ни пуха ни пера я задерживаю дыхание и заныриваю блять ох я такой пиздец думаю там же только говно там чтобы с водой размешаны там же не просто начать типа густая каша ну понятно понятно типа блевать болевать хочется пиздец короче ладно заныриваю в эту говно ну пытаясь выплыть выплываешь одежду в рюкзаке у меня рюкзак то на себе рюкзак не пропускаю вода непроницаемый что нет он мокнет типа мокнет залез там лестница поднимаешься поднимаюсь да все люди у тебя такие я такой ребята ребята я говночист и дай на заговорах сейчас модуль плюс 1 потому что похоже так сейчас скажу заговаривание заговорил мне 10 надо выкинуть побежал бы 10 надо выкинуть блять хорошо говночист давно пора было уже да я такой вот отлично справился ребята так и глазам короче все горю вас не будет для платков и вытереть голову блять хотя бы дерьма ты закончил работу я такой так у меня сейчас обеденный перерыв а дай ему чай дать все таки чай и платочек платочек пожалуй надо ему дать чай о спасибо дали накидали тебе о спасибо ребята спасибо гроши гроши блять такой оп-оп в говнячий рюкзак ушли так короче этот гри платочек платочек пожалуйста эту тряпку какую похуй блять нет у нас платочка все расходятся блять иду к деревьям нахуй листьями а там же нет деревьев там уж пустыни блять какой ладно похуй глаза так протер понял так чем учить как можно было ищу как здание с красной крыши то вот самое нету нужно по кварталу пройтись блять иду по кварталу в направлении севера идешь блять на тебя выходят паладины я такой все тебя отгородятся все палят на тему фу вонючий пиздец я к паладинам говорю ребят говночист мне помыться где-нибудь тут по-быстрому пока обеденный перерыв крык крысы меня решили ну крысы напали на меня и дай на без модуля измена пиздеж без модуля блять это пиздец особо сарусь нахуй 10 и бать у меня есть секретные фотографии этой фотографии какие универс вылазит это на стриме можно показывать на задание да можно стриме задание есть еще одна фотка ну-ка давай универс когда ему скинули на чай блять а кто это такое серёха ты не знаешь супер суса короче говно с говночист а сколько времени сейчас на улице даже старый мем я могу попросить джо я думал там будет ваших собрания нашему другу или еще не стемнело на нананананананананананананананананананананананананананананананананананананананананананананананананананананананананананананананананананананананананананананананананананананананананананананананананананананананананананананананананананананананананананананананананананананананананананананананананананананананананананананананананананананананананананананананананананананананананананананананананананананананананананананананананананананананананананан говна здесь одна крыса и 5 метров говна здесь 0 крыс и 5 метров говна 1 крысе и 5 метров запиздится блять так дальше делать брать этот advantage амфибия 10 поинтов стоит вы чувствуете себя как дома и на земле и на воде амфибии не нуждаются умение плавания они автоматически плывут со своей нормальной скоростью ладно ладно амфибия это слишком этот экзотик скилл так сказать я вообще вахую что у них есть давление и напор в канализации так просто сверху вниз лол блять богатые районы чуть выше и поэтому говно стекает вниз так стоп подождите а куда девается говно из бедных районов тогда в море блять куда хочешь сказать а когда ну просто блять ливну наверное куда-то сливается так вот пустыню может пустыню не через сливную яму в бедном районе залезал а может она в бедный район и течет не ну так понятно сделал так и оттуда выгребают потом или она просто начинает затапливать а зачем мир говна блять ну блин блять ты за хуйня так ходишь по улице шлепаешь шлепками блять по дерьму я бы кстати через полчасика уже закруглялся возможно да ну поздно сегодня стартанули в один на так высходим закончить парню ну-ка мне пробуем вряд ли сейчас закончим нам как минимум нужно ночи дождаться до так попросим так попросим записку не несём бумагу у меня не глубины боязни мне ничего не взял делать ему второй раз придется лезть блять ты чё думал я щас придумаю либо не я знаю я бы я посмотрю сколько времени когда максим придет если уже вечереет я попрошу джо доставить тебе камушек сам уголек где-нибудь найду я все это блять я в курсе нахуй но только этому что в вечер уже было не 2 дня хотя там гварда останавливают запиской такие опа пройдемте сюда ну блин а глубина там не такая же там что не морская глубина блять а про точно как невидимые чернила будут в натуре греет молоком и все что-нибудь написать в говно говном у барона в туалете у тебя есть 7 дней и каждый день приползать и перечеркивает там шесть дней 5 4 дни надпись говном наша дочь у нас несите выкуп 5 в озвучке гоблина бля ну слушай если бы у если бы у тебя в туалете говном написали ваша дочь у нас несите выкуп ты бы поверил я думаю сидит сидит барон слева и справа него стоит два паладина он он смотрит на это все из окна и говорит видит когда-то такие тупых ублюдков я в своей жизни повидал много тупых ублюдка на таких первый раз вижу блять гениальный который рисует говно замена депо на черентью рассказываю идею давай в записке нормально блять мешочек с деньгами бля реально пускай короче выгребную яму сбрасывает сундук деньгами а там как расположена там выше уровня выгребной ямы или муниверс поднимался сейчас или спускался как ты думаешь блять ориентий он поднимался он поднимался да максим рассказал что она типа вне зиме а памяты инфа ебать ну а он ладно следующий противник муниверса кстати в чате там говняный монстр такой это муниверс который пришел и пацаны я все разведал можно пройти дерьмо демон мне в чате предлагают а почему бы муниверсу не присобачить стреле записку не пальнуть через стену знаете как это в гою произойдет в гою это стрела попадет экзекли в глаз этому барону и убьет его нахуй а записку найдут стражники сразу же а какая-нибудь бабка будет будет видеть что мы стреляли из лука все блять схвачено посмотрим раз посмотрим ебать да интересное дерьмо получается блять интересное дерьмо послание так может джоза на всю работу выполнить знаете что самое интересное что если бы универс стрелял бы стрелой на который бы нацеплял бы свою записку да то на критический промах у него бы что-то блять щелкнула в арбалете это стрела бы улетела бы куда-то блять в дерьмо и все нет а если бы это была критическая удача то он выстрелил так охуенно что походу попал в своего паладина прям барона барона да через ворота как это шан его убил наоборот это критическая неудача если бы он помер он бы не смог выплатить деньги бля а на самом деле я вот думаю а нахуй мы так паримся может просто эту под записку подбросить охраннику надписью чтобы и упадет и жопу вытрет себе блять не доставщика блять может просто блять позвонить яндекс доставку и попросить блять передать не ну можно было бы к охраннику подойти сказать типа вас поймали на улице отдали эту записку и сказали передать но ну хуй знает и показать записку а там было бы написано что но дочь сидела может быть очень-очень улечь да да или сам бы ну типа вариантов на самом деле много но никто не знает как и не бы развивались бля чуваки а если я сейчас возьму и скажу этим паладином типа ой я совсем забыл в канализации ко мне подходил человек и сказал передать барону письмо типа можешь натуре барона на email просто скинем блять или васьки напишем твоя твоя дочь у нас давай да похуй отправь это сообщение пяти друзьям или тебя выебут почты россии бы передать и крыса передает письмо передает привет а максон это шел куда серёг нет открыть неудачу расписали стрелы она бы убила бы дочь ветерана криминалиста который специализировался на опознание арбалетов по стрелам универсы бы инстантно нашли блять не стрелять такое специально замузился я не мутился я просто не нажимал что толк еще раз заставим его туда уж у меня внешне что толк в спике стоит уж тут толк уж тут толк со стрела попала в место по факту вот я сейчас смотрю на своего созданного пирса но и думаю а нахуй я а нахуй я но у тебя перс борец у меня перс пиздежник уму не перс получается типа ловкач такой хитрец в целом у нас балансная пачка если нам дают пизды мы тебя вперед выставляем это точно это муне если нужно с кем-то допиздеться это я все очень просто да но но тебе не нравится что драк мало не не я просто смотрю из той стороны вылезли что некоторые вещи мне например хуй когда папа пригодятся то тоже запугивание тоже выживание запугивание пригодится из кого-то нужно запугать она на 10 понимаешь я взял его в 2 поинта и я не знаю даже почему она и почему его брал так у нас поинт это буду в ли будешь прокачивать сможем потихоньку у меня запугивание на 12 кстах я выгляжу слабее терентина запугиваю блять ух а у лизы там катальфика вроде да не дай пожалуйста новый и вообще без проблем демонстрацию силу кровожадность плюсы не болей я вроде не собираюсь даже маски купил ходить по людным местам сразу не надевай больше вашего я бы я вот такую купил такое ну может респиратор до респиратор со стеклом они ходят на натуре а покажи на стриме и я просто только что включил твой и бать сколько он стоил рублях по моему жестко 2500 но без фильтров еще фильтры нужны пиздец метро ёпта 2030 но зато шанс заразиться с таким таким вообще минимизировать только если ты не помоешь руки там это где-то останется надо или где-то еще ну да это точно хотя хуй знает она фильтрует воздух то есть она фильтрует вирусы вот вам там фильтр аэрозольный они пропускают аэрозоли да вот вы его знает как это работает мне кто-то говорил что тип все хуйня и вирусы типа размер размер вируса гораздо меньше и поэтому он вирус вирус в соли пролетает понимаешь да типа я я не ебу я тип вирус не живет не особо вот ну конечно уж слюнях таких маленьких частиц и мокринки вместе с чем-то да да ну вот там короче если хочешь я тебе скинуть целую статью которая читал про респираторы про фильтры и так далее там блять целые солянки там собирали такие а еще я воскресенье в припять еду да ну туда без без пиков припять едешь круто ну типа на экскурсию ничего себе и сколько это стоит это дорого не захотели в припять для украины 40 баксов для русских 100 или 100 с чем-то ни хуя жестко там еще у вас по моему для всех остальных у вас по моему еще кое-то затопленное метро было или что такое я просто был 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 когда в киеве мне мне предлагали несколько экскурсий там было типа затопленное то ли хранилище то ли еще что-то и там мы знаем на лодках ты типа катаешься и в припять я говорю родителям погнали в припять родители врат не я очень расстроился в тот момент но справила ношение противогазовый респираторов а еще растительность на лице нежелательно при ношении противогазового это да я знаю но у меня идет видишь уже так я уже сбрил у меня осталось такая типа не то что борода такая щетина плюс-минус парни сейчас подойду давай минуточку так может просто закруглимся потому что но время идет сейчас максим подойдет мне нужно хотя сейчас я разрешу там сохранить ситуация хотя бы этот хотя бы сохранником лишь и можете в тарков ебать я знаем франки z прикол маски в том что они у нас нету культуры ношения маски обычная маска тоже защищает если ты ее носишь вот и и подниму выбросил взял новую поносил выбросил просто маска носится в кармане руками трогается надевается разными сторонами у тебя лицо лицо под этой маской запотевает эпоху и и потом опять надеваешь так что одноразовое сказали в одноразовое осколочках постоянное блять ну реально 1 раз кузовую станцию тресни без скурзмента земной заросли не делает ебать ничоси а эти фильтры им блять ну они сука вечные в условиях пандемии они реально вечные потому что у них основная типа не теряет свою функцию когда забиваются пылью а пылью они забиваются типа вот если там шлифуешь например брус вот они забиваются тебе становится тяжело в них дышать а так блять по улице они здесь долго могут от микрокапель слюны тоже защищает основной способ передачи ну вот да по-хорошему не нужны были бы все вот эти вот респираторы и прочее если все люди на море их на пять минут хватало в метро чел им уже блять 30 лет что-то говоришь улькор если все носили маски не нужны были бы респираторы по большому счету можно было бы обычные маски купить которые ну не пропускают если бы все носили было бы конечно заебись но я уже сегодня рассказывал на стриме про людей которые вот как не зайду в киевский паблик там блять высираются просто ту хэды это для них будет комплимент которые рассказывают про глобальный заговор про то что это ничего не помогает про то что контролировать и так далее я блять смотрю на них как ну не знаю реальный заговор блять антипрививочники это же мировое правительство блять это все блять рептилоиды ебать ребят вы чуть понимаете есть мировое правительство состоит из рептилоидов с планеты нибиру они пытаются управлять нами всеми путем вызывания коронавирусов и делают на этом большие деньги они специально его создали они говорят и потому они высирают что это все искусственно сделано чтобы обанкротить малый бизнес и так далее чтобы контролировать людей блять какой же бред я еще жду когда у нас типа захотят выкупить какой-то тендер на 5g вышки и блять начнется и следующая волна неадекватов смысле они высирают пока кто-то из близких не умрет или не пострадает здоровьем ну я вот одно и такое написал что типа если она не верит пусть сходит волонтером в больничку помогать людям заболевшим естественная зачем есть средства защиты пускай идет туда так но она скорее всего зрелы ведь у добро читаю 1 я уже читаю не смотрел мне было не интересно зачем вообще общаться у меня там типа 50 процентов нормальных людей 50 процентов отбит в ручка к зажиме что и нормальные люди туда не пишут я этот я как раз вот типа написал и думаю нахуй я это сделал да не не все правильно нормально ли туда не пишет у меня во дворе хотели 4g вышку поставить так люди на протест вышли на это пиздается к 5g вышки распространяют коронавирус о чем-то блять на 4g грипп распространяют уже давно доказано для лучше так не складывать почему ты сейчас вот деньги брал и забыл парочку денег забрать я понял они типа не стакуются по какой-то причине и может под одним лежать другой типа и не знаю что они стакают а что распространяет 3g speed ну да а 2g раз рак ну и один же распространяют такую старую болезнь который уже нет чума чума вроде 1g не пробивает даже альфа бета и гамма лучи и по альфа лучи там не пробивают ну излучение радиоактивное с этом она не проживаешь вообще не как понравится девушки не устраивает как хорошо мне в чате пишут мне в чате пишут что в метро уже на экранах вагонах показывают что 5g коронавирус не передают так ну уже долбаевская долбой москве на это вы на таком уровне показывают я и не знаю почему с чего пошли такие ров и вот знаете я когда-то был помладше малым я смотрел на все вот эти вот штуки я я я был на на заре грубо говоря вот как 2 начинал какую-то тему вбрасывать потом если трю раз два часа это вбросила это показали показали по телеку как правду я такой о прикольно типа ну а потом я сотрю а появляется общество плоской плоской земли а потом раз 5g распространяет коронавирус и так далее я сижу блять думаю ебать я разве земля не слова и когда прыгаешь или или вакцины вызывают что там аутизм рубли эти прививочники говорят ну что вакцину называет аукас да и еще в них содержится вирус который ты наоборот заболеваешь и по если ты вакцины гриппа от гриппа колешься то тебе вкалывают настоящий грипп который тебя может заразить а может не заразить короче на самом деле это все было бы было бы так похуй плюс похуй на это все если бы это не влияло на тебя вот представь человек не хочет делать вакцинацию не хочет носить маску и так далее ну то есть он получается заражается болезнью помирает и тебе просто похуй плюс похуй про метро пидж это правда кстати но из-за того что он не хочет это делать ты сука потом реально ебанулись ты потом можешь заболеть болезнью которая попадет в него мутирует там и уже твоя вакцина будет не действительно против нее это пиздец это чтобы успокоить людей что 5g не передают этот уже в метро блять пишут об этом важно сколько пиздец а еще как же я жду что людям которые вот типа отказываются говорят что типа я вот маску носить не буду все я свободный человек и по это мое решение я блин жду когда им просто будут отказывать во всем не носишь маску не делаешь прививки там и так далее просто блять не получаешь ними ними до этого ничего не блять и обслуживание даже продуктовым нихуя живи блять как нахуй в лесу аккуратно это будет так охуенно жесткая спога уже так я завидую вам чат хуенно аккуратней ходим аж сада ну вот вот здесь у тебя уже будет вот вот тут посмотри вот максим эти бабушки гуманитар подбирает скорее всего то еще может так долго делать бабка наверно от раз сопротивляется я думаю нам была готова нападение а еще неплохо потому что дятны что отказывается использовать средства защиты в том сколько занимают места в больницах людям которые реально заразились по какой-то причине используя средства не могут попасть в эту больницу фону типа я же говорю отказывать всего я рассказывал вам историю моего модера как он заболел коронавирусом можно здесь нахуй нет сейчас блять я считаю это после лица заходит масках а потом снимает ее пишет он мне он заливает у меня клипасы на кубы для большего охвата так сказать вдруг куда-то попадет было бы неплохо пишет что типа здорово утром пишет что здорово видоса все не смогу залить температура 39 если к обеду не спадет буду звонить скорой игры ему лечись ебать тут как бы дело такое вечером пишет в больнице мест нет экспресс-тест температуры и симптомами орви сдавать нельзя мне просто сделали укол из снотворного и антибиотиков проспал полдня сказали что в понедельник придет врач который будет брать мазок на коронавирус если задыхаться будете звоните еще на следующее утро оказывается врач которая назначила мне больничный взятие бесплатного маска через поликлинику местную просто даже не передала никакой информации по моему вызову они обо мне узнали только с двадцатого раза когда им дозвонился чтобы узнать когда ко мне придет врач по итогу ему ставят двухстороннюю пневмонию и говорят что никаких оснований ложится в больницу нет если будешь харкать кровью то тогда звони снова в скорую будем класть в больницу симптомов тяжелых нет на дому типа лечить препаратами флорографию сказали делать бесполезно там покажет 90 процентов заражения ну типа поражения легких и никого нет никого чтобы прийти взять тест потому что он ниоткуда не прилетал то есть если бы он прилетел с какой-то стороны к нему бы отправили человека брать тест а так как он заболел уже внутри по тест ему делать не будут по крайней мере срочный кроме того сказали что типа сам ты не можешь сходить в больницу бляй битрофу ты можешь записаться в какую-то там ну частную поликлинику которая у них есть и дали адрес куда записаться а в этой частной поликлинике написано на странице типа правила приема что нельзя приходить если у вас насморк такой я уже собираюсь уходить вот история ну ладно типа мы сейчас но мы все равно часа три уже поиграли или 4 они не мы меньше вроде но все еще нормально но кейси тогда я сохраняю там проща закончим ну можем подавать игры может доиграем 100 стражненькими ситуации посмотреть что мы не сделали по хотя бы не вершкость разведнутым вроде спиздел да да а ну все это могу спрятаться где-то в кустах на хуй лечу ладно идут таверну ну просто паузу ладно пауза таверны там нет там рестораны так а и отели дорогие ладно и невы я засевил все туда увидимся завтра послезавтра давайте парни давайте но я тарков что собрался пойдешь часик полтора может быть начинайте я может быть подойду давай тебе тоже максим огромное спасибо а всем завод игры шадочку ой спасибо класс у меня два уже у меня два у меня два или три не расходовал нет нет значит у тебя должно быть и как у меня у терентия должно быть три у меня три да лол класс наверное дали одно лишнее когда глаз мужички давай давай казашка